МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только средствами прихожан на строительстве храма Ярослава Мудрого завершился первый этап законченного заведения цокольного этажа. Накрыла четвертая волна. В России отменены все массовые мероприятия. Ярославская область остается в ковидном антирейтинге. Работы завершены на 35%. Речь о строительстве улицы Дядьковской. Она появится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Предстоящее событие, так называется, спектакль, который представил на своей сцене театр имени Федора Болкова режиссер Сергей Пуски-Палес. Здравствуйте! В эфире время новостей городского телеканала в студии Анна Лазоркина. В России отменены все массовые мероприятия. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Президиума Конституционного совета при правительстве с борьбе с коронавирусом. В ведомстве уточнили, разрешать или запрещать многочисленные собрания могут местные власти совместно с главным санитарным врачом региона. Это будет зависеть от ковидной обстановки. Отмечу, Ярославская область остается в числе лидеров. За последние сутки заболевших плюс 205. С начала пандемии подтверждено 62 351 диагноз. Общее количество смертей – 1228. Между тем, в регион поступило еще 7300 доз вакцин антиэпивак короны. С начала вакцинации в регионе эта цифра достигла более полумиллиона прививок. Однако темпы компаний-специалисты областного департамента здравоохранения оценивают как неутешительные. На сегодняшний день укол первым компонентом сделали более 372 тысяч человек. Полностью привелось примерно столько же. В то же время с сентября идет сезон вакцинации от гриппа. Ее прошли 19 тысяч детей и 33 тысячи взрослых. По планам эти показатели должны увеличиться еще в десяток раз. Как отметил директор департамента здравоохранения и фармации области Василий Тубашов, вакцинироваться и от гриппа, и от ковида можно. Он сам уже сделал себе обе прививки. Вакцинация от гриппа проводится с разницей в месяц от вакцинации от ковида. Это касается взрослых. Поэтому если вы вакцинируетесь от ковида, закончите вакцинацию и потом вакцинируетесь от гриппа. Точно так же правила, касающиеся вакцинации, работают. То есть грипп можно вакцинировать вместе с пневмококковой инфекцией, с гепатитами, с остальными прививками противопоказаний нет. Новый видеоэндоскопический комплекс поступил в Ярославскую областную онкологическую больницу. Системы совмещают в себе как функции эндоскопа, так и ультразвикового аппарата. Это позволяет производить высокотехнологичные медицинские операции пациентам с патологией поджелудочной железы и желчевыводящих путей, решать задачи обезболивания тяжелых онкологических больных. Тот комплекс, который установлен в нашей клинике, позволяет организовать инновационную гибридную операционную Ярославскую областную клиническую онкологическую больницу, в рамках которой мы вместе с бригадой хирургов и эндоскопистов можем одномоментно выполнять сложнейшие эндоскопические малоинвазивные манипуляции пациентам, разрешать механическую желтуху, пунктировать опухоли поджелудочной железы, лимфатические узлы. Приобретение нового оборудования стало возможным благодаря нацпроекту здравоохранения. В 2021 году в региональной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями участвуют две медицинские организации – онкологическая больница и детская областная клиническая. Последней будет выделено 15 миллионов рублей на закупку оборудования. В этом году на данную программу онкологическая больница получит более 150 миллионов рублей, которые будут израсходны на закупку. Более 20 единиц техники, в том числе высокотехнологичной, в том числе техники, которая будет использована в операционной, в которой работает наш ведущий специалист по эндоскопии Сергей Владимирович Кашин и позволит ему завершить контур той мощной современной операционной. Ярославская метрополия отмечает 1030 лет со дня учреждения епископской кафедры в Ростове-Великом. На территории современной России она самая древняя. Ростова-Ярославская епархия была в числе первых шести основанных князем Владимиром. Торжественное празднование юбилея состоялось в День памяти благоверных князей Феодора, Давида и Константина. В Успенском кафедральном соборе, где находится Рака, с мощами ярославских чудотворцев прошла божественная литургия. Ее возглавен мультиполит Ярославский и ростовский Вадим. Он же наградил клириков за труды. Мы отмечаем 1030-летие существования Ярославской епархии, которая начинала свое служение, конечно же, в более ранний период, начиная с крещения, происшедшим в Ростове от великого князя Владимира, а затем, произрастя, полноценную славную епархию. На строительстве храма Ярослава Мудрого завершился первый этап. Закончено возведение цокольного этажа. Работа идет медленно, но непрерывно. Во Фродинском районе действует только временная часовня, которая вмещает около ста человек. Марина Смарагдау побывала на стройплощадке. Часовню в честь Ярославской иконы Божией Матери кажется еще меньше рядом с высотками. Десять лет назад здесь было чисто поле. А сейчас прихожане ропщут, что места маловато, растет район, увеличивается и число верующих. Стройка за соседним забором скрыта от глаз прохожих. А между тем, здесь уже подрастает здание нового храма. Решено, что освещать его будут в честь основателя города Ярослава Мудрого. Сейчас стадия производства работ по монолитному перекрытию первого этажа. Это то, что мы запланировали в этот год сделать. На следующий год будем продолжать кладку, кирпичную кладку. По ходу строительства в проект внесены некоторые коррективы. Благодаря этому цокольный этаж был увеличен. Здесь в будущем пройдут службы. Один из престолов осветят в честь пророка Ильи. Когда-то в Дядьково на Ильинской улице был такой деревянный храм. На некоторых кирпичах их довольно много. Видны надписи имен. Это вид пожертвования. Прихожане, внесшие свою лепту в строительство, не только увековечены таким образом, но и упоминаются во время службы. Богатого благотворителя у храма нет, поэтому возведение растянулось на годы. Закладной камень осветили 10 лет назад. Финансирования никакого нет. И все усилиями прихода, прихожан, кто посещает этот храм, кто неравнодушен к этому строительству. То есть других источников финансирования нет. По проекту храм рассчитан на 400 молящихся. Каким будет в итоге, можно посмотреть в помещении воскресной школы. Сюда приходят не только дети. В слове пастыря нуждаются и взрослые. Проектировщики уже привязали здание к местности. Вокруг приличная территория. Храм благоверного великого князя Ярослава Мудрого займет достойное место. И, конечно, не останется в одиночестве. Запланировано строительство детского епархиального центра. Марина Смарагдова, Денис Кауров. Новости города. Работы завершены на 35%. Речь о строительстве улицы Дядьковской. Она появится в Ярославле по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик вышел на пустырь вдоль Фрунзенского проспекта в начале сентября. Валерия Сыромятникова с подробностями. Еще месяц назад здесь был пустырь. Дорогу по Дядьковской делают с нуля. Новое полотно будет идти от строительного центра до речки Дунайки. Протяженность более двух километров. Первым делом, за что взялся подрядчик, это обустройство коммуникации. Прежде чем строить дорогу, здесь прокладывают ливневку. На протяжении всего участка здесь будет около 60 дождеприемных колодцев. Дорогу разбили на пять участков. На каждом, говорит подрядчик, необходимое количество рабочих и техники. У речки Дунайки, например, уже проложены коммуникации и два слоя щебня. Также еще на трех участках. Строительство идет с опережением сроков. Здесь подусмотрены следующие конструкции дорожной одежды. Это устройство поселающего слоя из песка 50 сантиметров. Устройство двухслойного основания щебня по 24 сантиметра общей толщиной 48. И устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия. А еще тротуары с двух сторон и освещение установят более восьми десятков опор. Сама дорога будет двухполосная. Предусмотрено разворотное кольцо и корма для остановки общественного транспорта. Строительство на контроле городских властей. Ведь проезд будет вести к важным социальным объектам. Это новый активно развивающийся микрорайон. В этом же микрорайоне буквально 1 сентября недавно мы открыли новую школу. До конца года здесь будут введены два детских сада. По количеству 220 мест каждый. Сюда пойдут детишки. И, конечно же, был открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс. И вот эти все объекты были связаны только Фрунзским шоссе. Негативно повлиять на строительство, говорят специалисты, может только погода. Для того, чтобы укладывать асфальт в морозы, его смешали со специальными добавками, которые позволяют укрепиться полотну при минус 10. К слову, объект планируют сдать через 2,5 месяца. Валерия Сремятникова, Денис Кавуров. Новости города. В Переславле-Залезском после капитального ремонта рабочие оставили после себя разбитые дороги. Обновление объекта проходило по пилотному проекту Минстроя России, реконструкции водоснабжения и водоотведения. Сегодня на месте побывал глава региона. Дмитрий Миронов встретился с жителями. Они пожаловали, что после проведения ремонтных работ остались грязь и разбитые тяжелой техникой дороги. Губернатор поручил главе городского округа Ирине Строкиновой лично проконтролировать полное восстановление и благоустройство территорий. Заместитель председателя правительства в области по ЖКХ и совместитель еще и куратор Переслава-Залезского, руководство округа и подрядные организации не видят всего этого. Ну, может быть, видят, но мер никаких не предпринимают. Улицы раскопаны, грязь, а город уходит в зиму неподготовленный. Представители Департамента городского хозяйства проверили сегодня благоустройство Тверицкой набережной. Там, на аллее Соловецких Юнг, подрядная организация выкладывает широкоформатную плитку и устанавливает монолитные скамейки. Также рядом с аллеей планируют разместить детскую площадку и спортивную. Вдоль Волги на пляжной зоне появится 8 волейбольных площадок. Мне очень нравится, что берег будет благоустроен. Будет приятно гулять по берегу, отдыхать. Он будет красивый, ухоженный. Конечно, мы очень довольны реконструкцией. Хотим красивый берег, ухоженный берег видеть. Дорожки, цветы, клумбы. Работы на набережной выполнены на 60%. Объект планировалось сдать в середине сентября. Сроки поменялись и сдвинулись до ноября из-за обнаруженного на благоустраиваемой территории частного участка. Представителям департамента пришлось вносить изменения в план расположения тротуаров и площадок. Были вопросы по границам выполнения работ, потому что попал участок, который является частной собственностью. Попадали зеленые насаждения. Но все вопросы мы оперативно старались с помощью заказчика решать. Объект был включен за счет дополнительных совет губернатора 30 миллионов рублей, и Тверицкая набережная, и Озерная гривка. Это два объекта, которые появились вновь у агентства как заказчика. И были проведены процедуры, соответственно, выиграли те, кто заявился на данный объект. У дома на проспекте Ленина 7 в Ярославле появилась удивительная пристройка. У третьего подъезда установили лестницу, ведущую на второй этаж. Причина – износившаяся лестница в самом подъезде. Металлическая конструкция, державшая ступеньки, заржавела, прогнулась и стала представлять опасность для жителей. Для проведения работ в подъезде необходимо отселить жителей, но они уезжать не захотели. Лестничная пристройка стала временным решением проблемы. Начнем с того, что дом не признан аварийным, у него нет такого статуса. А данная конструкция – это временная мера для того, чтобы ту лестницу, которая находится внутри, тот лестничный марш, его отремонтировать. Поэтому было принято такое решение, чтобы жителей не отселять. К другим темам. Сегодня в Кванториуме Ярославского городстоительного колледжа собрались лучшие работники образования региона. В торжественной обстановке им были вручены премии губернатора. 39 педагогов получили признание за свою деятельность в различных сферах обучения подрастающего поколения. Среди них педагог-психолог третьей гимназии Галина Балакирева, которая разработала модели выявления и сопровождения одаренных детей. В суть проекта вникал мой коллега Александр Захаров. На интерактивной доске своеобразный кубик Рубика. Каждая грань разделена на направление, в котором хочет развиваться ученик. Это научная деятельность, спортивное и международное сотрудничество, волонтерство, профориентация, лидерство и творчество. Дети вместе с педагогом определяют, какие ячейки заполнить и в какой деятельности они преуспевают больше всего. Здесь мы видим куб пятиклассницы, которая занимается сейчас на этом уровне больше всего художественно-эстетическими видами деятельности. Соответственно, если мы посмотрим кубик гимназиста 11 класса, мы увидим заполненность всех этапов его развития и видим, что к 11 классу этот ребенок в большей степени занимается научной деятельностью. Метод педагога-психолога Галины Балакиревой помог многим старшеклассникам определиться с выбором ранних профессий. Именно на это ориентируют школы и областное правительство при подготовке кадров для основных отраслей региона. У нас были уроки по профориентации, где мы каждый раз разбирали множество разных профессий. Она помогала выявлять мои сильные и слабые стороны. И вот посредством этого у меня, наверное, все-таки получилось определиться на менеджмент. Благодаря ней я понял, что моя предрасположенность – это человек-человек. Я выбрал международный маркетинг, то есть разобраться в рынке, общаться с разными интересными иностранными, русскими людьми и создать успешный крупный бизнес. Лаборатория профессионального выбора – так называется проект Галины Балакиревой, который активно внедряется в третьей гимназии. В системе профориентационной работы уделяется большое внимание в образовательном учреждении. Это, конечно, прежде всего профориентационное специальное занятие. Это экскурсии, это выходы на какие-то предприятия, это встречи с интересными людьми. У нас практикуется такая форма, которую мы очень любим, называется родительские уроки. Когда наши родители, специалисты разных областей, проводят такие вот профориентационные занятия для учащихся разных классов, начиная с пятого до одиннадцатого. Проект системы профориентационной работы реализуется и в сетевой форме. Ученики третьей гимназии в онлайн-режиме общаются с учащимися других школ, постигают профессиональный опыт бывших выпускников учреждения, ныне студентов различных вузов. Работа педагогов в гимназии отмечена на региональном уровне. За свой труд Галина Вячеславовна сегодня была награждена губернаторской премией в сфере образования. Церемония традиционно прошла накануне Дня Учителя. Около сорока педагогов со всего региона были удостоены благодарности и наград. И дошкольное образование, и общее образование, и сфера среднего профессионального образования все в центре внимания педагогических работников. И здесь у нас и методические разработки, и, конечно же, учебно-методические комплекты, где и учебные пособия, и рабочие тетради. То есть все то, что продвигает, наверное, развитие российского образования, и ярославского образования в частности. Помимо региональных признаний, некоторые из педагогов были удостоены федеральных наград. Это, конечно, серьезное признание заслуг нашего региона на федеральном уровне. В принципе, по результатам прошлого года, по рейтингу Росфобранадзора, Ярославского занимает пятое место в России. То есть это очень серьезный результат каждого педагога. В завершении церемонии награждение всех педагогов сдала экскурсия по кванториуму градостроительного колледжа, где учителям наглядно продемонстрировали результаты обучения детей. Александр Захаров, Игорь Мусин. Новости города. Ежегодно 5 октября свыше сотни государств отмечают Всемирный день учителя. Россия не остается в стороне. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. Как прошел первый месяц нового учебного года и что нас ждет, об этом мы не только говорим во вторник в программе «На повестке дня» в гостях у моего коллеги Константина Пламса, первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Оставьева. Эфир в 19.20 на городском телеканале. Возвращаемся в прямой эфир новостей городского телеканала. О событиях понедельника вместе со мной Анной Лазоркиной рассказывают корреспонденты информационной службы. Театр имени Федора Волкова представил ярославцам очередную премьеру спектакль по пьесе Игоря Глинкова «Предстоящее событие». Это постановка художественного руководителя «Первого русского» Сергея Пуски-Палеса. На премьерный показ отправилась Марина Смарагдова. Лаконичные декорации спектакля «Смысли жизни» держатся на игре актеров. И это единственный случай в истории «Первого русского», когда премьера игралась не на основной сцене, а на выезде. Донецкая республика встретила «Первый русский» отличной погодой, поразила цветниками из роз, чистотой и блокпостами. Волковцы и тут опередили всех. Они были первым профессиональным коллективом, приехавшим в республику за последние 8 лет. Сейчас к ним в театры билетов нет достать. Потому что у людей настолько повышена тяга к этой мирной жизни. Они просто подпитываются тем, что можно по-другому, что есть вот такие мероприятия. Волковцы выполняли важную миссию. В Донецкой республике год русской культуры. Артистов очаровал не только теплый прием, но и идеальное состояние тех центров, где они выступали. Люди настолько благодарны, настолько эти глаза, походящие после, говорящие такие приятные слова, обдумывающие, думающие. Глазами волковцев стал Михаил Волгусов. Его поразило, говорит оператор, отсутствие пробок – немногочисленные прохожие. Люди приспособились жить и в военных условиях. Почти каждый день есть раненые и погибшие. Все вот буквально шаги наши запечатлены, зафиксированы, то есть в всех подробностях. С комментариями, со звуками, с эмоциями. То есть там люди рассказывали свои впечатления, я это все снимал. Я ведь раньше был человек, да? Ты пробовал большую часть своей жизни. Ангел не остался всех не рады. Ну и как это случилось? Вы любили? В пьесе Игоря Глинкова «Предстоящие события» в кабинете проктолога встречаются ангел и демон. Они призывают доктора рассудить их. Антиподы словно приклеены друг к другу, как свет и тьма. Устав от бесконечных дуэлей, они призывают человека решить, кто из них лишний. Все эти три героя, они занимаются тем, что они препарируют каждый маленький, каждую мысль человека. Вот на какую чашу весов ее бросить? Это белый шар или это черный шар? Твоя мысль, твой поступок, твое движение души. Спектакль, безусловно, актерский. Блестяще сыграны все три партии. Так что публика была единодушна и в Донецкой республике, и в Ярославле. «Передадим сейчас по воздуху Ярославль, первый русский театр имени Федора Григорьевича Волкова. Ура!» Марина Смарагдова, Василий Мосин, новости города. Три десятка бездомных кошек и собак нашли новых хозяев. В Ярославле в преддверии Всемирного дня защиты животных прошла выставка-раздача «Хочу домой». Ее проводил благотворительный фонд «Жизнь дана на добрые дела» при поддержке мэрии. Черноногих привезли из различных приютов. Все животные привиты и стерилизованы. Прежде чем отдать кошку или собаку, с будущим хозяином проводят беседу. Также составляют договор, чтобы волонтеры могли следить за судьбой животного. Акции проводятся два-три раза в год, говорят организаторы. На них ярославцы могут также оказать помощь приютам. Например, принести корм, ошейники, лотки и расходные материалы. Конечная задача не только пристроить, а еще и социализировать животных. Но мероприятия, они общаются с другими собаками, с людьми, с детьми. И таким образом происходит социализация животных. И мы можем знать уже, как они будут себя чувствовать в семье. Держим связь по телефону, в сетях присылают фотографии. Надо, выезжаем, проверяем. И сейчас к спортивной части выпуска. Забудьте о громоздких тренажерах. Ультратонкая беговая дорожка нового поколения Ямагучи. Ваш свежий взгляд на здоровый образ жизни. Телефон 60 90 75. 60 90 75. Построить спортивный центр, где ярославцы смогут заниматься пляжным футболом. С таким предложением сегодня обратился чемпион мира Борис Никаноров к мэру Владимиру Волкову. Градоначальник лично поздравил ярославского христиану Роналду с победой в составе российской сборной на чемпионате мира по пляжному футболу 2021. Напомню, он проходил в Москве в конце августа. Теперь заработанные трофеи Никаноров демонстрирует дома. К ним сегодня добавился и подарок от мэра, именная доска в виде футболки. Параллельно с поздравлениями обсудили и планы. Городские власти готовы поддержать идею с проведением летнего спортивного лагеря для юных футболистов. Из ближайших планов у Бориса Никанорова получить звание лучшего игрока мира в пляжном футболе. Результаты огласят через месяц на галовечере в Дубае. Я вошел в список ста футболистов мира. Раньше это был список 50. Четвертый год подряд я в него вхожу. И в этом году, я считаю, у меня отличные шансы попасть в эту заветную тройку сначала и побороться за главный трофей лучшего игрока мира. В принципе, по моим результатам, я считаю, что шансы объективно есть. Летом мы обязательно организуем на территории города как раз-таки площадку под профессиональное занятие пляжным футболом. И в дальнейшем, может быть, даже будем двигаться к реализации спортивного объекта, круглогодичного. Такие объекты есть. Но если такой объект получится нам реализовать, по крайней мере, мы с такой инициативой выйдем. Конечно, будет здорово. И вновь победа. 12-я подряд. Шинник не сбавляет обороты в борьбе за кубок Олимп первенства 2-го дивизиона ФНЛ. В гостях черно-синяя обыграли «Динамо-2». Исход игры вновь решил единственный гол. Забил его Евгений Осипов. В турнирной таблице Шинник держит первенство, опережая ближайшего соперника на 13 очков. В следующем туре ярославцы встретятся с Муромом. Игра пройдет в воскресенье. Третья победа подряд с новым наставником. Закомотив на домашнем льду обыграл Борис. Для тренера Игоря Никитина это был первый матч в Ярославле. Дебютным в сезоне он стал и для второго вратаря Даниила Исаева. На протяжении встречи перевес по очкам находился у гостей. Женодорожникам удавалось его только сравнивать вплоть до третьего периода. Победный гол в ворота Барсов под занавес оформил Александр Полунин. Итоговые цифры 4-3. Победа закрепила ярославцев в восьмерке лучших команд западной конференции. Впереди два выездных поединка в Санкт-Петербурге и Череповце. Какая неоднозначная игра, я думаю, что ни одна из команд не контролировала ход матча. Но со второго периода мы уже лучше стали играть. И второй период, в принципе, наверное, за нами остался. Первый плохо провели. Сейчас подумаем, с чем связано это. Но третий, ну, вообще ничейный счет здесь, как бы, желание было выиграть. Вовремя забили. Теперь к погоде. На Вологодскую область идут дожди. В культурной столице будет сухо и тепло. А на Кубани выпадет первый снег. Ну, а что с погодой в Ярославле во вторник, об этом подробно сейчас. Здравствуйте. В студии Алена Груздева. Во вторник в Ярославле будет преобладать тихая и сухая погода. Осадков не ожидается. Подробности далее. Металлочерепица вам нужна? В металлопров скорее пора. Профнастил, штакетник, металлопрокат, водостоки по выгодной цене. Доставка резко в размер 338-339. Во вторник ночью в Ярославле облачно с прияснениями без осадков, температура 4 градуса. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду, влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 771 миллиметра ртутного столба. Во вторник днем в Ярославле небольшая облачность без осадков, температура 10 градусов. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду, влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 773 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все. В студии работала Алена Груздева. Отличного настроения. Увидимся завтра. Через мгновение на городском телеканале фильм «Дом солнца». У меня на сегодня все. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv и в пабликах городского телеканала во Вконтакте, Фейсбуке, Инстаграме. В студии работала Анна Лазоркина. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Продолжение следует.